МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В МИАСе незаконно вырубили березовую рочу. Целую серию краж раскрыли челябинские полицейские. Нашли криминальную троицу, которая может быть причастна как минимум к 9 похищениям. Причем самому младшему подозреваемому всего 18 лет. Задержали их после того, как троица обокрала подвал строящегося дома. Ущерб хозяевам около 160 тысяч рублей. Криминальное трио задержали в Сосновском районе. У них в автомобиле котлы, радиаторы отопления, строительный электроинструмент, газонокосилка и надувная лодка. Это то, что вытащили из чужого подвала. Полицейские выяснили, что воровали подельники в этом же Сосновском районе и в городе Копейске. Всего мужчины подозреваются в 9 похищениях. Возбуждено уголовное дело по статье кража. В отношении одного из подозреваемых избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двум другим заключение под стражу. В соответствии с действующим законодательством подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют, причастна ли эта троица к другим преступлениям. Дерзкое ограбление в Миасе. Мужчина стащил сотовый телефон из салона связи прямо на глазах у продавцов. В нашем распоряжении кадры с камеры наблюдения. Вот эти кадры. Мужчина в красной куртке с капюшоном на голове просит консультанта показать смартфон. Девушку достает мобильный телефон с витриной и дает в руки посетителю. Он рассматривает гаджет, а потом резко срывается и уходит. Продавец бросилась в погоню, но не смогла догнать. Сотрудницы торговой точки обратились в полицию. Установлено, что задержанный совершил аналогичное преступление в ювелирном салоне, где похитил украшение стоимостью более 30 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым оказался 25-летний житель Кыштыма. В салону сотовой связи причинил ущерб 19 тысяч рублей. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Если его вина будет доказана, то задержанному грозит до 4 лет решение свободы. А прожорливая жительница Златоуста решила стащить продукты и косметику из супермаркета. Только не учла, что попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, женщина ходит вокруг прилавков, что-то выбирает. Берет продукты и косметику, а потом пытается скрыться. Ее задержали. Похитительницей оказалась 40-летняя местная жительница. Наворовала женщина на 3,5 тысячи рублей. Сейчас она под подпиской о невыезде. И если вина будет доказана, то женщине может грозить уголовное наказание. Тем временем в Екатеринбурге взорвался схлад. Об этом пишут сразу несколько СМИ Свердловской области. Жители города слышали несколько громких хлопков. Известно, что пламя разыгралось на территории Уральского завода лакокрасочных изделий. Вот кадры с места ЧП. СМИ Свердловской области. Сходило интенсивное горение хлопки ямкостей с ЛВЖ. В данный момент на тушение подано 3 глафетных ствола, 3 ручных ствола и 3 пенных ствола. Силы и средства сосредоточены на месте пожара по повышенному рангу пожар номер 3. СМИ Свердловской области. Юные спортсмены из Магнитогорска не доехали домой с соревнований. Ребята возвращались из Екатеринбурга, но в Сосновском районе. Транспорт остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что к водителю у них много вопросов. На часах почти полночь, а школьники не в кроватях. По правилам перевозка детей ночью строго запрещена. А вот и сам водитель. Нарушили режим труда и отдыха водителя. В связи с тем, чтобы быстрее довести детей. Быстрее довести детей? Да. С нарушением режима труда и отдыха согласны? Да, согласен. В автобусе ехали 14 подростков. Юные спортсмены возвращались с соревнований. За допущенное нарушение перевозчик привлечен к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей. На ночь подростков оставили в Долгодеревенском. А утром они поехали домой в Магнитогорск. Челябинка, которую сбили на пешеходном переходе в Ленинском районе, скончалась. До этого женщина была в коме. Второй пострадавший остается в больнице. Напомню, 45-летняя женщина и 51-летний мужчина попали под колеса легковушки на улице машиностроителей. Вместе переходили дорогу возле трубопрокатного завода на зеленый свет. Водитель иномарки якобы заявил, что не заметил красный сигнал светофора. По словам очевидцев, автомобиль протащил людей несколько метров. Мужчина попал в больницу с травмой головы, многочисленными переломами. Женщина получила более серьезные травмы. Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось. Добавлю, по словам сотрудников ГИБДД, водитель за последние 7 лет 149 раз нарушил правила дорожного движения. Из них 82 за этот год. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. А пострадавший пешеход, которого сбила маршрутка на улице Российской, до сих пор в коме. Напомню, авария произошла 6 декабря. Маршрутка во время поворота вылетела с дороги на остановку и сбила пешехода. Микроавтобус с несколька метров протащил 35-летнего челябинца. У мужчины диагностировали различные переломы и травмы. В бессознательном состоянии его доставили в больницу. За его жизнь борются врачи. Тем временем в Златоусте ДТП с пьяным водителем. Его автомобиль вылетел в кювет. Мужчина рассказывает нетрезвым. Сел за руль, потому что нужно было срочно отремонтировать машину. Рак, потому что что я могу сказать. Рулевая рейка ломалась. И меня крутануло потороним. Мужчина явно не получил серьезных травм. Что называется, до свадьбы заживет. И у него действительно скоро свадьба. И скорее всего праздновать мужчина будет, будучи лишенным водительских прав. В соседнем Башкортостане полицейские перепугали местных жителей. Вот эти шокирующие фотографии опубликовали пользователи сети. Полицейская машина с прицепом. Все бы ничего, но в этом прицепе тело мужчины. Так утверждают пользователи интернета. Пишут, что произошло это в Белорецке. По одной из версий. Таким образом, оперативно-следственная группа везла труп с признаками насильственной смерти в морг. Он якобы находился рядом с местом происшествия. В Миасе незаконно вырубают березы. Жители города покусились на деревья, которые растут буквально в нескольких метрах от заповедной зоны. Кому и зачем это понадобилось? Пара несложных движений и уже через минуту береза падает в снег. Рядом с лесополосой частный сектор. Еще недавно из окна можно было смотреть на рощу. А теперь здесь пустырь. Деревья, которые по-быстрому распилили, погрузили, в прицепы увезли. Ну, остальное то, что вот не смогли, вот оно здесь лежит, это все видно. Пилят они уже второй год, выпиливают деревья. Раньше вот здесь, на этом месте, был лес. Лес был березовый, росла рябина, сосны, тополя, черемуха. Жильцы частных домов уверены, рощу спиливают их же соседи. На замечания и возмущенные крики якобы не реагируют. Причем деревья росли в двух шагах от Ильменского заповедника. Особо охраняемой территории. Мясцы обратились в управление экологией. Там уже подсчитали каждый пенек. Выяснено, что данная территория относится к городской территории, то есть не частной территории. Составлен протокол о лесонарушении. Сделана перечетная ведомость по количеству деревьев, которые попали в эту незаконную руку. Заявление в полицию уже написано. Если вина будет доказана, то нарушителям может грозить даже уголовное наказание. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова